Добро пожаловать, дорогие друзья! Семья месар Аринариус растет, и чем ближе лето, тем больше становится расплодов. А совсем недавно я подключил два модуля гнезда к формикарию и открыл муравьям три отсека, но теперь и этого мало. Муравьи требуют еще. Как показывает практика, чем больше становится муравьев, тем агрессивнее они себя ведут. И я заметил еще одну интересную особенность этих гигантских муравьев-жнецов, они могут издавать звуки. Об этом я и расскажу в сегодняшнем видео. С вами Колонист, начинаем! Вот так подросла семейка. Посчитать их было непросто, но я постарался. Получилось примерно полтысячи рабочих. Согласитесь, уже не так-то и мало. Но тут вспоминаю местных муравьев, которые были у меня в Беларуси. Так вот, за год развития семья насчитывала больше 5 тысяч рабочих. Совсем другие масштабы, но и вид муравьев совсем другой. Вернемся к Аринариусам. В новом гнезде обжились быстро. Муравьям явно нравится такая система ходов. Все время по магистрали кто-то бежит из одного гнезда в другое. В жилых камерах жизнь также не стоит на месте. Везде суета, как и положено в муравейнике. Эти муравьи к свету относятся спокойно, почти на него не реагируют. Все заняты своим делом, но если потревожить, то не сдобровать. Чем больше муравьиная семья, тем больше в ней большеголовых солдат. Чем больше солдат, тем больше шанс успешной охоты на живых насекомых. Эти муравьи питаются не только семенами растений, мертвыми насекомыми и беспозвоночными, но и успешно охотятся. Например, на термитов во время их брачного лета, причем транспортируют их вниз до живыми. Предварительно обездвиживают, перекусывая нервные узлы со стороны спины. Говоря простыми словами, перекусывают хребет, после чего лишают добычу конечностей. В таком парализованном состоянии жертва остается живой, а значит и сохраняется дольше. Не так давно, при наполнении поилки заметил одну интересную особенность Аринариус. Из-за изменения запаха привычной им поилки, муравьи начинают ее атаковать, цепляются за края мандибуума. Крупные особи при этом двигают брушку и издают необычные, весьма громкие звуки. Оказалось, что некоторые виды муравьев, например, подсемейство Мирмицин, к которым относятся Аринариусы, могут издавать звуки с помощью стридулитров, органа, расположенного на стебельке возле брушка. Это своего рода сигнал тревоги при защите муравейника и при охоте на какую-нибудь крупную добычу. Что такие звуки издают муравьи рода Неопонера я знал, но про Жнецов и не догадывался. А я сейчас вам покажу на примере одного такого разъяронного Аринариуса и вы сами все услышите, увеличьте громкость своих динамиков. Все, все поняли, с этим парнем лучше не связываться. Открою муравьям очередные три жилых отсека, а именно вот эти камеры возле арены. Так муравейник будет выглядеть более цельно. Сперва увлажняю камеры с гипсом и немного подожду, пока он впитает воду. Что ж, теперь можно открывать. А чтобы муравьи осваивали новые жилые камеры в более комфортной обстановке, накрою их гнездо. Посмотрим на них завтра. Как мне нравится этот момент. Согласитесь, приятно наблюдать такие этапы роста муравьиной семьи. И только посмотрите, как аккуратно, почти идеально, муравьи забили новые жилые камеры личинками. Аппетит у них отличный. Тут рабочие кормят их перемолотыми в своеобразное тесто семенами растений. И уже через пару дней они станут еще одной такой горой куколок. А чтобы ускорить этот процесс, нужно много белка и не только растительного. Вообще желательно, по возможности, корбить муравьев несколькими кормовыми культурами. Для разнообразия иногда даю аренариусам личинок жука знахары. Сегодня у меня как раз они. Высыпаю знахары на арену. Для таких крупных муравьев, как месор аренариус, это совсем простая добыча и процесс скорее похож на сбор семян, нежели на охоту. Даже некрупный муравей в одиночку просто берет и несет личинку в гнездо. Прошла всего минута, а большая часть личинок уже в гнезде. Видимо, личинки жука знахары муравьям очень нравится. Посмотрите, с какой жадностью они на них набрасываются. Друзья, если это видео было вам интересно, поставьте ему лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал и жмите на колокол, если не хотите пропустить следующее видео. Заходите на страничку Instagram, группу Вконтакте и Telegram канал. Все ссылки в описании к видео. Дальше будет интереснее. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова